Запомните, мужчина спит и видит всегда только одно в женщине, когда она смотрит на него верным, доверчивым взглядом. Вот этот доверчивый, верный взгляд. Это то, что мужчине надо, потому что в это время энергия любви в него входит, а она принадлежит женщине. Энергия любви принадлежит женщине, и мужчина в этой энергии страшно нуждается. Само по себе пьянство означает нехватка этой энергии любви. Если бы женщины были покорными, вот такими как бы мужчине снисходительными, они бы делали так, чтобы мужчина никогда не пил, понимаете? Потому что мужчина пьет от нехватки счастья, а нехватка счастья идет от нехватки любви. Но если женщина так себя ведет правильно, мужчина наполняется счастьем, потому что по-другому он не может наполниться. Вот есть рядом энергия любви, а мне не попадает. И это называется горе. Как это в одном мультике говорят, ты что пьешь горилку? Почему? Что, горе? Понимаете? То есть горе. То есть горькое человек пьет от горе. Понимаете, почему горе? Потому что рядом энергия любви есть, а к тебе не заходит. Ну то есть она к детям заходит, к маме, к тёче, ко всем заходит, кроме меня. Ну то есть женщины попытаются понять, что если вы не настроились правильно, а это не означает себя ломать, еще раз повторяю, это означает просто показать мужу свой настрой. То, и к нему энергия любви не придет, и это значит, что он найдет себе другую. Все, потому что он рано или поздно, у него нехватка любви будет увеличиваться, увеличивается, увеличивается. И когда женщина проходит какая-то мимо, она одинокая, понимаете, она всегда мужчин тестирует своим взглядом на наполненность энергии любви. Она смотрит на него такая, клюет, не клюет. И если он не наполнен энергией любви, он так раз, на него смотрел, так, тум, клюет. Все, и ей сразу это начинает нравиться. Она думает, о, на меня клюет, а хороший мужчина, мне нравится. Все, ну есть одна проблема, как бы он запутался в отношениях с какой-то женщиной. То есть у них там семья. Но эта проблема легко, наверное, решается. У Бога, наверное, другие планы. Понимаете, женщина, когда видит, что на нее кто-то клюет, она забывает там про то, что у него есть, и это уже ее не интересует. Это похоже на анекдот про Петьку и Чапаева. Петька приходит в шубе Чапаева, новая шуба такая классная. Он говорит, Петька, ты где шубу взял? Он говорит, Петька, нашел на улице. Он говорит, ну пойдем посмотрим, где ты ее нашел. Приходит туда, там лежит мужик, как бы на холоде. Он говорит, ты вот здесь нашел. А этот мужик что делает? А он как раз в этой шубе раз запутался, я его распутал. Нашел шубу, валялась на улице. Понимаете, так и женщина тоже, да? Она думает, запутался в чужой женщине, как бы мужик. Мой мужик, он же на меня смотрит. Мой мужик запутался, как бы там у нее дети какие-то тоже какие-то появились. Ну как бы она так думает. Ну это мой человек, он же на меня смотрит вообще. И он потом подтверждает, он говорит, я и не люблю, тебя люблю. Ну все правильно, все совпадает. Поэтому, женщины, вы не сильно рассчитываете, что другая женщина одинокая вас поймет в вашей личной жизни. Поэтому единственный способ сохранить отношения с мужем, это вести себя так, как я вам сказал сейчас. Понимаете, хоть для вас это искусственно, потому что вы сводолюбивые по природе, как бы, вы не любите унижения, да, никакого. Но если вы просто разумные, разумная женщина, она как себя ведет? Очень деликатно, послушно с мужчиной. Он как смотрит на него, как будто он абсолютно истинный. Вот что он знает всю истину, а она нет. И тебе скажете, ну если так смотреть на него, он вообще обнаглеет. Это ваше заблуждение. Потому что я вам рассказал только одну сторону медали. Есть еще вторая. Понимаете, когда женщина так на него смотрит, через силу это называется унижение. Ну то есть, если она смотрит на него вот так вот, а ей не хочется. Это называется унижение, и унижение рождает гордость. Понимаете? Но если она смотрит по своей доброй воле на него так, с целью подчинить себе мужа, то тогда в чем проблема? Понимаете, то есть она смотрит на него очень покорно, зная природу мужчины.